Естественно, поток снизился, потому что немножко растянулся вот этот вот период отпусков. Плюс сейчас осень наложилась, что детей к школе готовят, родители просто не успевают все сделать, потому что им нужно еще в режим войти. Свободных окон в этом косметологическом центре сейчас достаточно, рассказывает Надежда. Хотя еще неделю назад работать приходилось в усиленном режиме. Пришлось обзвонить всех, кто пытался попасть на процедуры за эти пять месяцев. Сейчас пошла даже просадка, отчасти потому, что контроль за посетителями теперь строгий. Мы с температурами не пускаем пациентов, обязательно их оповещаем о том, что мы будем спрашивать, мы будем замерять температуру. Плюс обрабатывать, она входит там всем пациентам, обрабатываем руки обязательно. Вот, ну и плюс у нас здесь процедуры проходят на один на один, у нас не групповые занятия там фитнесом и прочим. Чуть меньше работы стало у поваров. Летние террасы уже закрываются, а в залах часть столов пришлось убрать для соблюдения дистанции. Владельцы нескольких заведений отметили, после самоизоляции от домашней еды люди не особо и устали. По непонятным для рестораторов причинам клиентов даже наоборот стало меньше. 28 августа и по сегодняшний день просадка по гостям такая, несколько органичная, можно сказать. Спад совсем небольшой, там в пределах 50 процентов. Не 50, именно 50 процентов. Единственное, что можно заметить, что в некоторых заведениях снизился средний чек. Но если к еде жители интерес почти не потеряли, то вот на развлечениях очевидно стали экономить. Вот я сейчас стою в одном из самых популярных кинотеатров Красноярска и могу сказать, что ни в один из имеющихся четырех залов нет аншлага. Хотя вот-вот должны начаться кинопоказы. Ну, может быть это связано с тем, что сейчас нет таких особых премьер, которые собирали бы толпы. Может быть люди просто распробовали прелести домашнего просмотра, ну и осознали, что цена одного билета – это цена месяца подписки на каком-нибудь онлайн-сервисе. Прелести дистанционки открыли для себя и спортсмены, владелица танцевального клуба Натали Брэдис говорит, полноценную группу для тренировок в зале собрать не удается до сих пор. Девушка одна из первых перешла на онлайн-тренировки, хотя раньше вообще не представляла работу в сети. Если до пандемии я не представляла, что онлайн-формат – это вообще возможно, что это эффективно, что это работает, то пандемия показала обратное. У меня появились новые упражнения, у меня появился новый подход к тренировочкам. Не исключено, что горожане просто стараются проводить как можно меньше времени в обществе и не выходить без необходимости. Те, кому срочно нужно было обновить гардероб или купить тетради и учебники, сделали это в течение первой недели. Сейчас же торговые центры заметно опустили по сравнению с концом августа, в том числе и потому, что за эти месяцы многие попросту перешли в онлайн. Елена Сенкевич, Максим Галат, Енисей. Новости.